Доброе утро. Для меня большая честь выступать здесь перед теми, кто занимается очень острой проблемой, задачей, помощи и поддержки людей, столкнувшихся с онкологией. Во всём мире такие организации одни из наиболее развитых и устойчивых. Но когда я говорю «во всём мире», мы понимаем мир, где благотворительность и фандрайзинг уже на большом и, так скажем, устойчивом этапе. Много работы у вас, и я скажу, наверное, вещь, которую вы не ожидаете услышать, но сейчас общество готово к поддержке благотворительности и, в частности, благотворительных организаций, которые занимаются заметными, острыми, всем понятными проблемами. Так вот, общество готово гораздо больше, чем к нему готовы некоммерческие организации. Вопрос сейчас в том, как организовать себя. Это на самом деле будет звучать банально. Всё во многом зависит от того, на каком этапе находится организация. Вот если упростить нашу схему сейчас в рамках короткого выступления, есть те, кто только сейчас задумывается и делает первые шаги в фандрайзинге, а есть те, кто уже более развит и многое умеет. Вот в первом случае, если это стартап, то я бы… Менталитет стартапа, даже если организация существует уже давно, но и в основном занималась совершенствованием программ, совершенствованием форм помощи людям, а фандрайзинг был так, на периферии, то нужно вернуться в режим стартапа в области фандрайзинга, что условно можно сказать стартап обозначает в нашей ситуации. Но это какое-то ювелирное такое кастомизированное сшивание ресурсов, возможностей и в рамках ограничений, которые существуют. Во многом здесь важна, а, политическая воля руководителя, что мы это делаем, б, гибкость тех людей, которые вовлечены в это во всём, и готовность выходить за рамки того, что раньше делали, а более того, не делали. Когда денег нет, нужны универсальные солдаты. Я не фандрайзер, кто-то скажет, но я могу попробовать. И команда договаривается, что мы делаем вот это, вот это, вот это, небольшими шагами с главной целью собрать вокруг себя людей. Я говорю сейчас людей, не про деньги, потому что деньги — это явление, это следующий шаг, вернее, это последствия того, что вокруг вас будут деньги. Итак, нужна команда готовых людей, готовых выходить из зоны комфорта и начинать что-то делать. Понятное дело, что, как в любом деле профессиональном, здесь нужны какие-то конкретные компетенции, здесь нужна какая-то структура, здесь нужна какая-то система. Постичь это можно несколькими путями. Можно просто смотреть, что умеют делать другие организации, которые давно в этом секторе. Обязательно нужно подключить то, что в английском называется common sense. По-русски я пытаюсь вспомнить. Здравый смысл. Здравый смысл, да. И те технологии, которые прочно вошли в нашу жизнь, ну, в частности, социальные сети. Писать посты можно. Это не трудно, это не дорого, или это не настолько, это не какая-то наука неизвестная. Так вот, нужно сначала стать интересными людям. Если эта команда уже на этапе роста, да, то здесь очень важен выбор, выбрать то, что работает. Любая организация проходит этапы, когда ты пробуешь новое, что-то работает, что-то нет. Уметь отказаться от того, что ты не делаешь. Когда я училась в Стэнфордском университете на курсах специально для некоммерческих организаций, то у нас были лекции по стратегии, и самый такой интересный главный вывод был о том, чего мы не делаем. Вот не что мы делаем, а чего мы не делаем. Это удивительно, но уже многие годы я наблюдаю, как это правильно, как это справедливо. Сосредоточиться на том, что работает, на капитализацию того, что уже наработано. И если в первом случае важна гибкость в стартапе, гибкость, готовность пробовать, моментально меняться, то уже на этапе роста важны и те процессы, которые, знаете, важно прописать, исследовать им. Важна подборка компетенций, может быть, где-то более узких. Ну вот появляются СММщики в организациях некоммерческих, появляются, знаете, комьюнити-менеджеры. Это что-то очень такое современное. Но на самом деле всё заточено под то, чтобы удержать вокруг себя людей, собранных вокруг себя людей. В организации всегда должен быть кто-то ответственный за деньги. Вот не бывает такого, чтобы всё проросло само, даже вот на грядке. И когда руководитель один отвечает за всё, это сложно и трудно. Кого-то нужно брать себе в помощники, кто будет на этапе стартапа правой рукой. Правой рукой, но отвечать будет только за привлечение денег. Это занимает очень много времени, это требует немножко других компетенций, другого отношения к делам, я бы сказала. Нужны цели, нужны цифры. Сколько денег нужно? Вот я просто в режиме тезисов каких-то сейчас говорю. Не будет денег, значит, не будет и программ. То есть не будет цифры в голове или на бумаге, деньги не придут. Дальше нужно посмотреть, насколько вашу организацию знают или насколько вашу тему знают. Ну, тему онкологии не надо продвигать. Но в рамках этой темы существует очень много организаций, людей, каких-то подтем, каких-то ситуаций, мотивов. Нужно, чтобы аудитория, которая вам принесёт свои финансы, маленькими суммами, большими суммами, чтобы она знала ваше название, чтобы она знала ваш бренд. И здесь я снова, как человек не программной деятельности, но человек фандрайзинга, маркетинга и даже немножко бизнеса, скажу, вот здесь начинается конкуренция между всеми вами и нами. И с этим ничего не поделаешь, это неплохо, нехорошо, это вот так есть. И когда мы говорим, что мы выходим на этап конкуренции из-за внимания людей и за ресурсы, то становится очень многое понятно, что нужны технологии. Технологии простые, сейчас это всё на уровне, ну я бы сказала так, общего знания. Как раз сделать рассылку, есть сервисы рассылочные, как написать письмо и куда поставить кнопку пожертвовать на своём сайте. Достаточно много читать, чтобы уже сформировать свой набор правил, по которому ты живёшь. 10 лет, 15 лет, 20 лет назад в этой стране про фандрайзинг не знал никто и ничего. Мы сделали колоссальный шаг вперёд, и это просто нужно изучить. Бесплатно. Это можно сделать бесплатно. Нужна сосредоточенность и желание. Собственно говоря, для тех, кто начинает, я думаю, это важнее сейчас, чем те, кто продолжает и уже капитализирует, нужно всё простроить в какую-то логику, и нужна вот эта дисциплина внутренняя. Вот мы делаем это, как всё в жизни. И ещё раз скажу, нужна очень чёткая настроенность, что у нас это порой должно выходить, фандрайзинг должен выходить на первое место. Вот этим грешат многие НКО, когда говорят, ну ладно, деньги деньгами, а вот всё-таки есть программы, и мы ими занимаемся. Сейчас трудное время, и уделить внимание нужно собственной устойчивости, как говорят в самолётах, сначала маску на себя, потом на ребёнка. Ну вот, наверное, всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok